Я это... Люблю познакомиться сначала с людьми. Скажите, зачем мы сюда пришли? Тебя послушать. Меня послушать хорошо. Сто лет не видели. У нас не было видео-интервью с тобой. Я пришел, чтобы Ладушко искривился. На эфире что-то круче, чем просто скамовые ICO контракты. А вы хоть один скамовый ICO контракт запулили сами? Да. Есть ли кто-нибудь, кто делал скамовые ICO контракты? Во! Я его знаю! Миксбайтс. Хорошая аудитория. Я когда делал, я не знал, что это скамовые. Ну да. Кто считает, что DeFi это новое большое применение криптовалют? Молодцы. Какое самое первое было? Мне кажется, второе. А еще без денег невозможно, правильно? Можно было сначала деньги создать. Сначала деньги сделали. Потом гамблинг. Потом ICO. Сейчас вот пытались что-то еще сделать? По ICO. Криптоигры, например. Пытались коты и так далее. Многие люди считают, что есть проблема масштабирования у эфири, у других криптовалют. Тоже пыталась много людей собрать на это деньги. Вот. Но сейчас DeFi. Вот вы сегодня много чего слушали про DeFi. Кто скажет, что такое DeFi? Что это? Централизованные финансы. Да, вот. Круто. Что вы хотите централизованные финансы? Так. Независимые от банков. Альтернативная финансовая система текущей. Вот так. Да. Сделаны людьми, которые в общем-то не особо понимают, что они делают вообще. Да. Лучше. Что тоже интересно. Что переоткрывают инструменты, которые уже есть. И даже как бы не смотрят иногда на то, что было сделано. Но у нас все это начинает... Почему собственно, почему все это начинает расти сейчас? А раньше этого не было. Ну почему там год назад не было DeFi? А сейчас он есть. Инфраструктура. Сколько у нас криптовалютам лет? В 10. В 10, да? В 10, да? Вот, а DeFi когда появился? Вот сейчас про него начали говорить. А 9 лет почему не говорили? Погоди. Новое слово, это не значит, что-то новое появилось. То есть, ну как бы назвали... Смарт-контрактов не было, инфраструктуры не было, айтишников было мало, всем ленились. Смарт-контрактов 5 лет. Ну блин, стейблкоинов что-то делали. Вот, стейблкоинов не было. Но стейблкоины появились на смарт-контрактах не так давно, да? Да. Сколько лет назад? Ну, пару лет. Пару лет, на самом деле, да, пару лет. Под стейблкоинами имеете в виду он-чейн стейбл? Не, да, MakerDAO. До этого не считается. А что, до того, как MakerDAO появился, то у нас не было DeFi? Были же? Ну, а что было DeFi? Два года назад, каким DeFi инструментом люди пользовались? Ну, давай, BitUSD или DeFi. DeFi. BitUSD. А что такое BitUSD? Так, что-то у меня... Ну, по сути, да, ну сколько? А, 6 лет, да? 6 лет. Ну, тогда да. 6 лет уже как есть такое. Ну, а сейчас вот у нас целые метапы есть конференции, да, про DeFi? Сейчас, сейчас... Новое слово. Вот, да? В вашем мире уже пользуются, а вы только метапы собираетесь. Ну, наверное, реализация механизмов появилась... Ну, возникла возможность реализовывать некоторые механизмы, появились некоторые юридические обоснования для реализации этих самых механизмов. и поступательный переход вот сейчас приводит нас к тому, что появляются какие-то новые решения, которые реализуют многие банковские задачи. Я думаю, в двух словах это по-другому. Все новое, это хорошее, забытое старое. То есть, на самом деле... Суцензора не было раньше репутацией. А теперь есть. И все. И все стали про это говорить. Раньше нужна была, когда это просто было, чтобы, прикол для Файнакса, который... Короче, вовлечение большего количества народа, да? И пошла реклама. То есть, теперь на этом можно зарабатывать. Ну, то же самое, как с ИО. Почему ИО не появилось 7 лет назад? Ну, 2 года назад ИО привлекло кучу денег. Был хайп. Эти деньги вошли в цифру. И не вышли. Когда-то где-то и нужно крутиться. Сейчас нас с компьютером загружаем пока. Вот оно и пошло. Да, я вот... Какого года и есть. Из того, что я вижу, да, с моей стороны... То есть, у каждого свое изменение, да? Мы видим синий экран. Да, синий экран. То есть, у нас проблема с... Не знаю, чего вы видите. То, что я вижу, многие DeFi инструменты сейчас появились из-за того, что появился интерес. Какой-то. То есть, появились процентные ставки. И больше всего процентные ставки появились на MakerDAO. Да? На токене, который сделан через MakerDAO. Токен, который называется... Как? DAI. Да. А куда вам переходить нужно? Ээээ... Мне нужен... С VGA на USB-C. Да. С USB-C на все остальное. Да. Кто может рассказать, когда DeFi создается? Заходишь на Sidi. DAI. Вот. То есть, у тебя есть эфир, да? Ты его положил в смарт-контракт. Там сначала есть процедура то, как ты эфир преобразуешь в обернутый эфир. Он называется WETH. HGH. Забернутый эфир – это форма ERC-20 токена. Потом ты этот обернутый эфир складываешь в Pool. В Pool-Ethir. Ну, сейчас, да. Но раньше это было, там, несколько транзакций. Даже сейчас, если это одной транзакции, по сути, все равно это четыре транзакции. И потом, и потом у тебя есть этот Pool-Ethir, и ты из него можешь создать CDP. Что такое CDP? Залоговая позиция. Залоговая позиция. То есть, ну, на русском языке это как бы? Ну, в долг взял, да, фактически? Долговой расписки. Да. Которая не погашена. А вот когда ты напечатал, да, из этой долговой расписки, ты взял в долг, да? Вот, вот, Зирайн нам предложил что-то полегче. Только что парень выступал из Ивана хорошее место. Да, он сказал, там полегче. Полегче, да. Полегче, да. Вот. Кто-нибудь делал CDP самостоятельно, своими руками через инструменты мейкера? Один человек. Кто? Делал, да? Вот какое у тебя было ощущение, когда ты это сделал? Мазохист. Он работает. Я делал, в целом, на старый держал. На старый, да. На старый, да. На новой вроде нормально. Я делал, молодец, молодец. А, у тебя это не надо. Да. У меня было ощущение, когда я сделал CDP, напечатал дай. Даже не знаю, с чем сравнить, чтобы пролично было. Как я права получил, да? У меня появилась возможность ездить на машине, никого не спрашивая, чтобы самостоятельно сесть и поехать, куда я хочу. Сам сел, поехал, да. То есть, до этого ездил, но спрашивая. До этого ездил там с родителями, с друзьями, такого не было. А тут я вот сел на машину и сам поехал. То есть, когда я зашел, взял эфир, положил его в CDP, нажал кнопочку напечатать дай. И напечатал из воздуха, да. То есть, вообще из ниоткуда напечатал доллары, которые ликвидные. Сразу же могу поставить. У меня вот был такой вот приход, да, так скажем по-русски. И, кто знает, ты когда создал на старой версии, сколько нужно было за это заплатить? Вот, фильм. Ну, когда ты впервые создавал, тот создавал. Не меня расширение, он бедный. Да. А зачем эфир оборачивается? Оборачиватель контрактов. Да. То есть, это не для того, чтобы сделать пул. То есть, это, так сказать, особенности имплементации. То есть, эфир заворачивается в XC20 токена. То есть, XC20 токен попадает в пул. Потом этот пул нужно для того, чтобы потом решать проблемы, когда у нас CDP становится, так скажем, необеспеченным. Когда наступает margin call, нужно каким-то образом решать проблему, что делать с этим CDP. У ERC20 токенов есть, например, такая функция Proof. Ты можешь разрешить что-то делать со своим ERC20 токеном. А у эфира такой нет. И, соответственно, на этом опруве можно строить сложную логику. Все деривативы, это, по сути, логика на основе базовых активов. Вот. Ну, то есть, когда я создавал CDP, и это было в начале криптозимы, то какая была идея, да? И у нас, и у многих других проектов. Так, эфир падает. Он 300, но, наверное, дешевле уже не будет точно. Вот. А зарплату нужно платить. Так зачем мы будем его продавать? Если мы можем эфир заложить, напечатать долларов и раздать людям доллары. А потом Виталик что-то сделает, да? И эфир пойдет опять вверх. Мы, значит, что сделаем? Продадим другого эфира. Заберем немножко из того, что есть CDP. Потому что когда эфир идет вверх, у нас колотеризация повышается. Мы, значит, возьмем этот эфир, который у нас там сверху. Вытащим его. Купим DAI на рынке. Вернем DAI. Погасим долг. Заберем тот эфир, который остался. Называется собирать какой-то проинтересный случай. Что произошло с теми, кто занимал то время? В начале криптозимы. Многие криптопроекты делали. Такие как Gnosis, Aragon. Они там писали, что вот мы там на миллион долларов взяли DAI. Мы long в эфире. Мы будем тратить DAI. Будем платить зарплату. У кого-то транспарентные репорты были, которые показывали, сколько они, значит, денег потратили в DAI. Ну и что дальше было? Дальше эфир идет вниз, вниз, вниз. Нужно подбрасывать давидших все время. Вот, ко всему прочему, вот как вот сказал первый докладчик, эфир до 100 дошел, да. На самом деле он дошел до 65 на рынке, да. Там были CDP, которые закрывались, ликвидировались. Мейкер DAI выжил, да и выжил, но многие люди деньги потеряли. Почему? Потому что есть одна стратегия, это подкидывать эфирюм, да. Соответственно, увеличивать коллотеризацию. Но на подкидываем эфирюм нужно платить премиум каждый раз. Ну, то есть, оверхаллотеризация, допустим, 130 процентов, значит, нам нужно больше подкида. Можно что делать? Можно продать эфирюму, дать тогда понизить, как бы, точку, когда будет происходить margin hold и спасти CDP. Многие проекты в декабре, январе, ночами что делали? Вместо того, что обычно это делали. Они сидели и смотрели на то, как происходит у них приближение к точке margin call. Когда margin call наступит, происходит момент так называемого выкупа CDP рынком, да, и в терминологии мейкер DAI называется «кусать». То есть кто угодно может прийти и откусить от CDP, от актива, который попал на margin call кусочек и, соответственно, его переклад и релизировать. Значит, это была одна проблема большая, да, то есть одна проблема. Люди заняли деньги, а им нужно подкидывать еще эфиры, чтобы те деньги, которые они заняли, у них не сгорели. В худшем случае они теряли, ну, в 13 процентов, плюс они еще потратили денег, которые они заняли по большому курсу. Вот, то есть возникает одна проблема. Какая вторая проблема возникла? Кто знает, какая была вторая большая проблема? Ставки. Вот, во время криптозимы какая наступила мейкер DAO? Проблема для тех, кто деньги занимал. Ставки. Ставки, ставки выросли. Вот, мы когда занимали, было 0,5 процента годовых. Я когда увидел это, подумал, ни хрена себе, мы можем заложить эфир, взять DAI. DAI потом, если нам нужно в эфире заплатить. Мы вас конвертировали в эфир, отдали эфир. Сколько за это платить? 0,5 процента. Здорово? 0,5 процента годовых. Красавчик. Вообще отлично. Я не заложил и все продал. Потом? Потом, значит? Все. Потом вдруг в твиттере ты сидишь в твиттере и там пишут. Слушай, мы тут вот в мейкере решили, что нужно как-то увеличить ставку. Почему? Потому что спрос на DAI не растет, да, и происходит давление на продажу, плюс там спекулянты. И DAI уже не доллар равен, а там 0,98. Нужно ставку увеличить. И она увеличилась. До каких она увеличилась, кто знает максимально? Сейчас до 50. Нет, до 20,5 процента годовых, да. Ну и вот представьте, что люди, значит, что сделали. Взяли кучу денег, да, заложили весь свой эфириум и их на 20 процентов годовых поставили. По заключенному контракту, то есть по всем долгам, которые были, 20 процентов годовых начало, значит, приходить. Завод 5 заключили, а потом ставка выросла? Да, да. Сами же на сколько? Конечно, нет, да. Вы берете долг и децентрализованные финансы могут децентрализованно менять вашу ставку. По решению трех людей. Один из которых это основатель моей трудов. А, то есть там не было никаких-то оракулов? Это называется on-chain governance. В английском языке это говорят G-word, как F-word. Это факт, да, нельзя говорить вслух, поэтому говорят F-word. Говорят G-word, да, то есть это как оскорбление сейчас. То есть если есть governance, это значит, что ты можешь всех поставить в неприятную позицию, проголосовав небольшой группой. И большинство governance работает либо как олигархи, либо как платократия, либо как картель. То есть говерносов, которые работают как мы рассчитываем, демократия, у всех равные голоса, да, такого мало. Ну вот по сети консенсус так работает. У всех валидаторов равные голоса. Ну и VexDAI-сети тоже, про которую мы сегодня будем говорить немножко. И что получилось? Что есть люди, которые заняли кучу денег. У них, значит, их активы лежат залочными. И мы увеличили ставку до 20,5 процентов. Что люди начали делать? Ну как сливать? Нет, сливать это так. Сливать, значит, эфир сливать, выходить из него, да. Причем, когда происходит выплата процентов майкера, да, вот кто знает. Какой момент? Ну вот 25 процентов годовых. При закрытии CDP, когда я хочу выйти, я говорю, слушай, заплати. То есть, если я продаю и выхожу, то я плачу. Если я остаюсь, то проценты идут. Причем, я видел, значит, один наш знакомый, поменял немножко страничку, Мейкердау, чтобы показывала, как долг увеличивается. Вот ты сидишь, смотришь, и там вот эти вот центры, и потом уже доллары, сотни долларов в часы. То есть, это было… dona бросите, и забрали от него… И за окна бросятся. Нет, я не надо, я что-то бросил. Ну что бросил? Ну как бросил, а что бросил? Ну да, забыл пару, да и все. 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 И да. Биометрия. То есть, тут сложно, если сейчас избавиться уже от обязательств. Какой вариант? Что делают бизнесы, когда они взяли в долг, и долг не могут выплатить? У них есть банкротство. Обанкротились, забыли, пусть кто-то другой этим занимается. Какой еще вариант есть? Рефинансирование. Можно взять у кого-нибудь другого в долг, под лучший процент. То есть есть у кого? Я думал, что у меня банк все время рефинансирует. Вот, рефинансирует. Набрали много кредиток, и потом с одной-другой рефинансируете. Так, значит, как происходило рефинансирование? Появился компаунд, и компаунд приходил к проектору и говорил, слушайте, ребят, вы тут платите 20,5%, приходите в компаунд, мы вам тут за 15 лет отлетим. И люди начали, значит, что делать? Они начали брать деньги у компаунда, закрывать свой долг в мейкере и переносить в компаунд. И, значит, возникло рынок долга с процентами в компаунде. И компаунд сделал токен деривативный, про который рассказывал нам Вадим. И в этот токен можно проинвестировать, так скажем, поменять свой DAI на CDI токен. И этот деривативный токен делит с вами доходы от этих CDP. То есть, вот я к чему хотел сказать, что вот когда мы вдруг видим, что классно вдруг появился рынок на децентрализованные финансы, на 15% годовых, в валюте, какие-то странные люди готовы брать долги, да, и кто-то за это все платит, и вот там десятки миллионов. Но за всем за этим стоят кипареальные истории людей, которые попали в кризис, попали в проблемы, да, и которым нужно было платить во время, значит, кризиса зарплат, но у которых были криктоактивы, которые они не хотели продавать. Почему? Потому что они в криптовалюте в лог. Если ты в шорт, ты продал эфир, мы думаем, что завтра он еще свалится. Заплачу сейчас зарплату, завтра пусть что будет с нами. Вот какой предлагать тебе. Вот, а какие-то вроде в лог. И вот то, что у нас появился этот интерес на компаунде, и куча людей, которые уже заплатили в прошлом зарплату, дает возможность нам, тем, кто в будущем хочет сделать на этом инструменты, новые, да, использовать это для того, чтобы строить деривативы и синтетические активы. Чем деривативы от синтетических деривативов отличаются, кто скажет? Ну, мы сегодня мы слушали про деривативы. Что такое деривативы? Комбинации, да. Что делать? Комбинации. Комбинации, да. То есть можно взять один актив, обернуть его в какую-то новую форму, да, например, поменять. Дай, на седай. Да? А на седай будет определенная кривая, да, которая делится тем, что заработали с тех бедных людей, которые компаун принесли свои денежки и платят. И у нас получается, что это деривативы, да? То есть мы заложили же тай, взялись в тай, да? То есть мы не создавали чего-то такого необеспеченного тайа, да? Да, тайм обеспеченный. Не может пойти в низ, да, потому что процентная ставка положительная. Вот. А синтетические активы, чем отличаются от деривативов? В синтетических, да, то, что мы вот создаем в синтетических деривативах, его на самом деле как бы и нет, да? Например, мы взяли дай и взяли, вот, где у нас Ренат? Ренат, ты где? О, Ренат. Ренат нам дал фит, да? Дай к рублю. Можешь такой фит дать? Да, поработанно. Ну, поработанно, да, напрямую нету, потому что никто пока дай на рубль не меняет, даже в Москва-сити. Ну, хорошо, USDT к рублю можно взять? Можно, да? Берем USDT, добавляем 2,5% в Москва-сити. И вот мы, значит, вышли из USDT в рубрик. Можем мы сделать, если мы заложили USDT в такой синтетический дериватив, можем ли мы напечатать синтетический рубрик, который будет у нас привязан к рублю через хит? Можем сделать? Можем. Но рубля на самом деле нет. В USDT говорят, что есть доллары, которые его обеспечивают. Но их на самом деле тоже нет. Никто не видел. Кто-нибудь пытался свой USDT сконвертировать в доллар через Deezer? Я ни одного такого человека не знаю. Ну, ладно. Теперь я вам начну рассказывать вообще, ради чего я сюда пришел.